Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях, приветствовать. И сегодня, наконец-то, видео про пустые баночки. Девочки, которые меня спрашивали, вот оно, вот оно. За март месяц набралось много пустых баночек. И я решила, что вот эти средства я немножко рассортирую, потому что я понимаю, что у меня много фаберлик. И фаберлик я вам покажу, девчонки, в конце, чтобы посмотрели только те, кому эта косметика вообще интересна. И давайте начнем. Кстати, да, я вам оставила кое-какие пустые баночки детские, чтобы рассказать вам свои отзывы на те или иные товары, потому что я обычно все выбрасываю, а мне девочки говорят, не хватает детских пустых баночек. Поэтому кое-что я положила сюда тоже и вам покажу, поделюсь своим отзывом. Если вы первый раз попали каким-то случайным образом на видео про пустые баночки, это закончившиеся продукты, закончившаяся косметика, о которой я уже могу рассказать свое окончательное мнение, потому что, ну все, косметика использована до дна. Вот, так что поехали! Начнем с уходовой косметики. Первое, что у меня закончилось и что я покажу, это средство мне очень понравилось. Мицеллярная вода от Сифара. Для снятия макияжа зеленый чай. Здесь объем 100 мл. Не очень дорогое средство, но, наверное, рублей 300 стоит за вот этот объем. В принципе, да, тут не сказать, что прям очень бюджетно. Что мне понравилось? Действительно эффективно, бережно и классно, качественно снимает это средство макияж. Имеет очень приятный такой аромат травки, зеленого чая, зеленых листьев. И плюс еще не оставляет чувство липкости на коже, если вдруг вы его не будете смывать. Я всегда мицеллярку смываю, каждый раз об этом говорю. Но экономично расходуется. Я долго использовала, долго снимала макияж этим средством. Один единственный минус я могу выделить у этого средства. Девчонки, если вдруг данная мицеллярка попадает в рот, она прям очень-очень горчит, горькая, неприятная. Вот, на одно применение осталось. Я, скорее всего, воспользуюсь сегодня и потом уже выброшу. Вот, ну а так мицеллярка хорошая. И если, да, хотите что-то новенькое, интересное попробовать, вполне себе, очень хорошее средство. Следующее, что у меня закончилось, девчонки. Отличное бюджетное средство по уходу за телом от ФА. Крем мусс с маслом, с миндальным маслом и аромат магнолий. Бережное очищение, гладкая, шелковистая кожа. Ну, это нам обещают. И действительно, все обещания, в принципе, да, средство выполняет. На самом деле, что это такое? Почему это мусс? Когда вы нажимаете вот на эту помпу, оттуда под давлением выходит средство, которое сразу же превращается в очень густую пену. На самом деле, по консистенции, вот эта штука похожа на пену для бритья. И я вам раскрою такой свой лайфхак. Я именно по такому назначению и применял данное средство. И по прямому, конечно же, тоже отлично, очень бережно, деликатно очищает кожу. Можно по утрам, это вообще идеально, принимать душ. Если вы и утром, и вечером принимаете утром, когда неохота себя там тереть мочалкой, использовать какие-то доп. средства, вы просто выдавили вот такую шапку пеной на ладошку, размазали по телу и смыли. Кожа чистая, бархатистая, нет никакого ощущения липкости и неприятных каких-то ощущений, и сухости в том числе. Плюс еще как пену для бритья, как я говорила, идеально использовать. И я еще такая ленивая. Я, значит, уже ленюсь даже гели для душа намыливать. Просто беру вот эту пенку, сразу же ее выдавливаю на мочалку и пользуюсь. Очень-очень нравится. Вот так, что от души действительно рекомендую. Следующее средство тоже от FAN, FAN-мен линейка. Это антиперспирант закончился у Антона. Я его покупала в фикс-прайс за 99 рублей. Антон сказал, что это неплохой дезодорант. И даже аромат, ну, в принципе, самый типичный мужской аромат, как я всегда говорю. Неплохой дезодорант, не супер какое-то гениальное средство, но защищает и от пота, и от запаха неплохо. И аромат такой неотталкивающий. Следующее средство от Schwarzkopf Got2B закончился у меня. Сухой шампунь Тропический Бриз. Причем у меня от Got2B было три варианта, и все они мне очень-очень нравятся. Или два варианта сухих шампуней. Зеленый точно был, с зеленым чаем, такой освежающий. Они очень классные, они очень бюджетные. И на моих волосах эти средства работают очень-очень хорошо. Небольшой объем, хорошую свежесть волосам придают. И волосы просто вот становятся действительно чистыми, свежими. Но есть небольшой минус у сухих шампуней, в том числе у Got2B. Если вы ими пользуетесь, то блеск волос пропадает. Волосы становятся такими матово-чистыми. Следующее, что у меня закончилось, не совсем бюджетное средство, но это очень классный шампунь от Pampas. Натуральный шампунь. И он имеет ярко выраженный ментоловый такой и аромат. А массажа повизгивает, вам слышно? Ментоловый аромат, охлаждающий эффект, отшелушивающий эффект. И он, мне кажется, что такой глубоко очищающий волосы, глубоко очищающий кожу. И всегда голова такая свежая, такая чистая после него. Плюс еще у него текстура такая очень густая. И вот этого объема, 170 мл, мне хватило при ежедневном использовании. Конечно, я шампуня часто меняю, но вот надолго хватило, потому что расход экономичный. И состав у него очень-очень богатый на всякие масла. Конечно же, первые позиции, скорее всего, это что-то типа СЛС. Но далее экстракты, масла, какие-то полезные ингредиенты. Шампунь могу рекомендовать. Шампунь Пампас, это корейский шампунь, отличный, очень понравился. Вообще, корейские шампуни обожаю. Следующий, кстати, тоже корейский продукт от The Same. Отличное гидрофильное масло. Вот просто отличный. Я могу к этому гидрофильному маслу придраться, и очень сильно придраться именно к упаковке. Она у меня перестала работать, когда вот средства осталось, вот примерно, наверное, столько. И мне приходилось откручивать и выливать на руку. Само масло очень жидкое, оно не жирное. Ну, в принципе, как и все гидрофильные масла. Но оно даже какое-то более жидкое, чем даже гидрофильное масло от Миша. Оно очень комфортное, оно супер приятно пахнет. У него очень хороший состав. Здесь 7 ароматических масел в составе. Ну, представляете, 7 масел. Что это, да, для кожи? Я обожаю умываться и снимать макияж. Именно первый этап очищения проводить гидрофильным маслом. Это самое бережное, самое комфортное для меня очищение. Самый лучший вид, когда вот все поры, вся кожа у меня прям чистая-чистая. Гидрофильное масло это только первый этап очищения, девчонки. Ни в коем случае потом не нужно там смывать водой, сразу крем наносить. Далее умываемся пенкой. Вот эти остатки обязательно нужно смывать. Гидрофильное масло хорошее, но вот эта помпа, вообще у меня с ней было столько проблем, девчонки. Я думаю, что за такую стоимость можно вот получивую упаковку найти, либо в старую упаковку перелить от какого-то другого масла и пользоваться. Фито 7, она называется компания The Same. От The Same у меня закончилось еще очень много вот таких пластырей для носа, для очищения черных точек. Они эффективные, но знаете, раз от раза. Первый раз я, значит, использовала, они были супер эффективные, второй раз чуть менее, третий раз они опять прям столько всего у меня повытаскивали из носа. На мужа они всегда хорошо работают, на мне через раз. Что касается данных очищающих полосок от The Same, мне кажется, что вообще все полоски эти примерно одинаковые. И очень важно хорошо распарить лицо, и очень важно соблюсти вот этот баланс, насколько нужно увлажнить вот эти патчи, чтобы они хорошо прилипли к носу, и потом вот уловить именно тот момент, когда их нужно отклеивать. Вот как я говорю, да, каждый раз какой-то разный у меня эффект от них. Тоже, если по-корейскому пройдемся, любимейшая за последнее время моя зубная паста от компании La Misa. Зубная паста с бамбуковой солью. С идеальным составом корейская зубная паста. Я вообще после этой зубной пасты, вот, конечно, не хочется ничем другим пользоваться, хотя я купила сейчас сплат, и вроде как неплохо она тоже пошла. По сравнению, конечно, с Faberlic, это прям вообще супер. Так что, если вы в поисках хорошей бюджетной пасты, у нее действительно невысокая была стоимость, наверное, рублей 180 или 200 за вот такой огромный объем 150 грамм, плюс еще паста, чтобы была с хорошим составом, то можете обратить внимание на зубные пасты La Misa. У корейцев много хороших зубных паст. Следующее, то, что мне закончилось от компании Mirola, репейное масло. Его тут чуть-чуть осталось, честно вам скажу, но так как мне от Faberlic пришло масло, которое так приятно пахнет, и я точно только им теперь буду пользоваться, я решила выбросить. Хотя эффект от этого масла есть отличный, обалденный. Конечно, все это работает вместе с другими факторами. Это зависит от питания. Я сейчас вообще рассказываю про выпадение волос. Я-то в уме это все понимаю, вам-то не сказала. В общем, я страдала выпадением волос. Я принимала витамины, я специально заказала, да, вот такие хорошие шампуни, корейские против выпадения волос. У меня еще есть другие шампуни и маски, специально направленные именно на работу с этой проблемой. Плюс еще я начала активно использовать репейное масло и делать маски на кожу головы, плюс еще и на корни волос наносила. И это реально работает. Стоит очень бюджетно в районе 100 рублей в любой аптеке. Компания Мирола, она недорогая, но репейное масло у них действительно работает. Не первый год покупаю, не первая моя баночка от них. Еще от корейцев у меня закончилось две сыворотки. Одна просто обалденная. Вот эта, Ромосу, я от нее настолько в восторге. Я настолько хочу, чтобы у меня было ведро вот этой сыворотки. Она мне показалась такой эффективной. Мне показалось, что у меня кожа вообще преображается каждый раз, когда я использую и наношу именно эту сыворотку коллагеновую от Ромосу. Единственный минус, она шла вот в такой упаковке, вот знаете, как пенициллин. Вы просто открываете и выливаете себе в руку вот эту сыворотку. А она такая жидкая. Каждый раз я ее выливала большого количества. Потом ее же обратно никак не засунешь. Рука уже грязная, чтобы бактерии туда не попадали. В общем, она поэтому у меня быстро закончилась. Но она такая эффективная. Действительно, кожа настолько подтянутая. Она такая гладкая. Она такая сияющая. Именно после этой сыворотки. По факту, это вода-водичка. Такая прям густая вода. Но она реально работает. И я видела от нее эффект на своей коже. Чуть менее выраженный эффект я видела, например, от следующей сыворотки. Это сыворотка от It's Skin. И у нее небольшой объем 10 мл. Сыворотка тоже прозрачная. Но она не как вода. Она как гелеобразная водичка. И небольшие вкрапления были капсулок голубого цвета. Эти капсулки, когда вы распределяете по коже, они лопаются и они распределяются по лицу. Аромат у нее очень приятный. Здесь парфюмерная, очень легкая, ненавязчивая отдушка. А вот, допустим, у Ромосу, у этой ампульной сыворотки, даже аромат. Как будто это что-то вот супер крутое. Как будто это проф, как будто это какой-то лекарственный даже препарат. Следующие два средства, которые у меня закончились. Первое средство от Виши. Это линейка Slow Age ночная маска. Ну, это вообще два в одном средства. Как маску ее можно использовать и как крем. Я и так и сяк использовала. Долго пользовалась, потому что объем хороший 15 мл. Это миниатюрка. Конечно, Виши, вообще косметика Виши, в отличие от других аптечных брендов типа Aven, допустим, да и Урияш, она не особо-то славится хорошими составами. Но зато работает эта маска отлично. Девчонки, я не проверяла состав, не смотрела, но работает она круто. Эту маску показывала Лена Крыгина в своем каком-то видео про маски. Посмотрите, у нее очень интересная текстура, у нее очень интересный коричневый цвет. Не переживайте кожу, это средство не окрашивает. Мне нравилось реанимировать мою кожу, когда она была какая-то пересушенная, когда она была какая-то супер уставшая, потускневшая. Я наносила это средство даже днем в качестве маски, и состояние кожи улучшалось сразу же. Излишки я потом просто промакивала салфеткой и убирала. Но вот даже сейчас я наношу, такое ощущение, что там силиконов тоже, конечно, добавили, ну прям немеряно. Но зато эффект, хороший эффект есть. Следующая миниатюрка у меня закончилась от Estee Lauder. Средство для кожи вокруг глаз, девчонки. Но я, конечно, вообще вот такая ненормальная. Мне очень нравилось использовать вот это средство, как маску ночную, несмываемую, конечно, на все лицо. Потому что, опять-таки, был эффект, знаете, примерно такой же, как от Виши. Прекрасный эффект, такая кожа напитанная. И мне казалось, что вот это средство пахнет прополисом. Отлично! Еще я использовала вот такую тканевую маску от The Same. Она очень классно, круто увлажняет. И вот именно увлажняет, да, какое-то другое слово, эпитет, я не могу подобрать. Вот, если увидите такую маску, и вам действительно нужно именно увлажнение, можете себе купить, можете заказать. И лекала удобная, и плюс еще, да, что очень-очень важно для меня, не оставлять чувство липкости на коже. Не хочется эту маску пойти и сразу же смыть. И еще у меня закончился... Не закончился! Постарел уже мой конжаковый спонж от Faberlic. Кстати, в Faberlic, наверное, уже пропали эти конжаковые спонжики. Они там были такие недорогие. Но зато отлично им замена есть. Конжаковые спонжики продают, по-моему, и в FixPrice. И плюс еще целлюлозные вот такие спонжики. Я все маски смываю именно подобными спонжами, либо целлюлозными, либо конжаковыми. В FixPrice вот набор из трех таких целлюлозных спонжей стоит 50 или 55 рублей. Так что я вам очень-очень рекомендую. И еще закончился вот такой крем для рук от Etude Organic. Etude Organic. Увлажняющий клубника. Вот так он выглядит. И я этот крем, несмотря на то, что он закончился, не буду выбрасывать. Химический такой приторный аромат клубники. Но он мне нравился. И Сонечка, когда тоже открывала... Ну, она сейчас играет просто с этой клубникой. Она открывает и всегда говорит, чем это так вкусно пахнет! Из ухода это все, девчонки. Теперь давайте по бытовой химии. Итак, закончилось у меня много вот этих средств. Санитол я вам оставила только одну упаковку. Ну что, да, 10 одинаковыми упаковками трясти. Средства для чистки труб, профилактика засоров. Люблю их покупать в магазине Светофора. Они там стоят всего лишь 10 или 11 рублей. В магазине FixPrice точно такое же средство. Стоит, по-моему, 25 рублей. Вот. Но там точно дороже. Поэтому покупайте в Светофоре. Отличная цена и работает тоже круто. Еще давно у меня закончился. Все в туалете стоял, никак не могла выбросить. Шуманит для унитазов. Морская соль. Отличное средство. Красивого, голубого цвета. Отлично справлялась со своей задачей. Вообще средства от баги, вот эти шуманит. У меня еще же был и есть жироудалитель. Многие средства уже давно закончились. Они все суперэффективные. Но они все очень ядреные. У них очень такие сильные составы. Именно кислотные. Поэтому нужно работать в перчатках. А еще, если вы будете в магазине Светофор, девчонки, я вам настоятельно рекомендую. Даже больше, чем санитол. Прикупить вот такое средство. Мистер Дес Профэшнл средство. Белочистящая жидкая для прочистки канализационных труб. 500 мл. Самая чистая химия. Мистер Дес. Результат за 7 минут безопасен для труб. Блин, это настолько эффективное средство. Оно такое крутое. Когда я его брала первый раз, я посмотрела, оно было такое жидкое, жидкое, жидкое. Я подумала, что попробую взять именно на пробу 30 рублей. И это средство гораздо круче, чем Хоум Стар, который продается и представлен в магазине Фикс Прайс. Я даже не скажу, что это одно и то же. Это реально эффективнее. Поэтому за 30 рублей вы просто обязаны его попробовать. Тем более, если вы посещаете Светофор. Отличное, отличное средство, если вот есть такая, да, проблема именно засоров постоянных. Теперь давайте я вам покажу то, что у меня закончилось в Фаберли, а потом покажу детские средства. Итак, первое. Декоративная косметика. У меня закончился карандаш для бровей. Девчонки, суперский карандаш для бровей. Он такой удобный. Здесь такой тонкий грифель. Прекрасный здесь, прекрасная щетка. Можно делать любую форму, придавать бровям и прерисовывать каждую бровинку. Я не знаю, делать идеальные просто брови за 3 минуты. Но это, я не знаю, разве это закона вообще, заканчиваться так быстро? Я его не ломала. Я его, я не знаю, Соня у меня с этим карандашом не играла. У меня этот карандаш закончился через месяц. Мне его хватило недели на 3-4 действительно. Ну как так? Это слишком, по-моему, быстро. А может даже быстрее у меня закончился он. Поэтому, несмотря на то, что он суперудобный, несмотря на то, что он суперклассный, я, наверное, за стоимость около 300 рублей стоит этот карандаш. Я не стану его рекомендовать. Потому что быстро заканчивается. Есть лучше, вообще лучше купить, девчонки, тени для бровей. Я сейчас пользуюсь снова тенями для бровей и рада. Ну пусть немножко больше времени уходит. Но зато, зато это экономично. Целый день было пасмурно, девчонки. Вот я села снимать видео, был такой равномерный свет. Я села снимать видео и, конечно же, солнышко поздороваться вышло со мной из-за туч. Давайте я вам расскажу про следующее средство, которое у меня закончилось. Я надеюсь, вас не будут, да, вот эти блики напрягать. Спрей для обработки поверхностей с натуральным маслом монарды. Эффективно очищает от плесневого налета, нейтрализует неприятные запахи. На самом деле я его заказывала с той целью, чтобы обеззараживать воздух, чтобы обеззараживать какие-то поверхности. Потому что в составе у этого средства действительно содержится масло, эфирное масло монарды дудчатый. Это растение, я насколько понимаю, обладает фитонцитными свойствами, убивает бактерии, обеззараживает. Поэтому я подумала, что это, наверное, это интересно. Почитала отзывы, когда еще давно заказывала, что когда в период наступает ОРВИ, когда все кругом болеют, люди покупают эти средства, заказывают, чтобы распылять по квартире. Я про это средство вспомнила только, когда у меня заболела Соня. Как средство против плесени я его не использовала, не могу сказать эффективное оно или нет. Я его заказывала, читая отзывы, что помогает действительно в сезон простуд ОРЗ ОРВИ, спасает, убивает бактерии. Ну, конечно, плюс еще проветривание, да, постоянное. Не знаю, работает, не работает, поэтому закончилось и закончилось. Но имеет аромат действительно натурального эфирного масла. Следующее то, что у меня закончилось. Девчонки, несколько упаковок жидких стиральных порошков от Фаберлик. Я сейчас пользуюсь только стиральными порошками Фаберлик. И взрослое белье, одежду я стираю, и детское белье в том числе. Стиральные порошки Фаберлик, они экологичные, они вымываются. Это у меня уже, знаете, как на зубок отлетает, как таблица умножения. Плюс еще для белых тканей. Я уже их все перепробовала, они все эффективны. И самое классное, от порошков Фаберлик мне остается такой яркой, сильной отдушки, которая напрягает, например, некоторых людей. Они гипоаллергенные, они приятные. Ну, в общем, они мне нравятся, они эффективные. Пятновыводитель кислородный у меня тоже довольно часто заканчивается. Я его люблю добавлять чуть ли не в каждую стирку, девчонки, потому что я вижу разницу. Когда я использую просто порошок и стираю вещи, белье, когда я добавляю пятновыводитель, мне кажется, что белье гораздо свежее и гораздо чище. Еще от Фаберлик закончилась жидкая мыла, вишневый конфитюр, линейка Бьюти Кафе, девочки. Если вы заказываете Фаберлик и до сих пор по какой-то причине не пробовали, пожалуйста, закажите, попробуйте. Настолько приятный аромат, он, конечно, очень яркий, очень навязчивый. Если вы хотите какой-то нейтральный аромат, то у них есть линейка Проруки. Если вы хотите ярких эмоций, впечатлений, ощущений и чего-то такого ароматного, то попробуйте линейку Бьюти Кафе Вишневый конфитюр. Это вообще, ну, на вкусы широкой публики я знаю, что вот именно этот аромат многим нравится. Следующее средство, которое закончилось, это из линейки тоже Бьюти Кафе. Кремовый гель для душа. По-моему, он называется Штрудель с мороженым. Это такой потрясающий аромат, девчонки, пахнет просто вот так, что слюни текут на самом деле. Это съедобно, это все-таки гурманские, да, так скажем, ароматы, пахнет едой. Но настолько приятный аромат. И у меня, когда Соня принимает ванну, я всегда спрашиваю, какую тебе пену использовать? А мы все гели для душа от Фаберлик используем в том числе и как пену для ванн. Она всегда говорила, мама, я хочу коричневую, коричневую. Она очень густая, гель очень густой, он очень хорошо пенится и не сушит кожу. Следующий гель для душа от Фаберлик, который закончился, это роза и фиалка аромат. Ну, это относительно такая новинка у Фаберлик была. Флёр де Прованс, да, Флёр де Прованс, это у них новинка. Совсем недавняя была, помните? Короче, мне не понравился этот гель. Именно аромат, как он раскрывается в ванной, как он раскрывается в душе. Это мне было так неприятно им пользоваться. Мне было приятно его ощущать, когда я открывала, нюхала именно в баночке. А когда я уже выливала на мочалку, пенила и пользовалась этим средством, мне не нравилось. Я не знаю, что с ним не так, или, может быть, что-то со мной не так. Вот, поэтому больше заказывать не стану однозначно. Следующее, что закончилось, это шампунь из линейки Ботаника, питание и блеск для нормальных и лишенных блеска волос. На самом деле, это средство, этот шампунь я заказывала Антону уже не первый раз. Он идёт с ромашкой и кедровым маслом. И Антону нравится, потому что он говорит, что в отличие, допустим, от моих других шампуней, в том числе и корейских, и шампуней Глискур, Шамту, то, чем я, да, обычно могу пользоваться, и то, что у нас дома стоит, он говорит, что вот это средство хорошо отмывает волосы, и волосы не жирнятся. Мы-то, девчонки, привыкли, да, уже ко всем этим силиконам, которые находятся в составе шампуней. А вот мужчинам хочется, чтобы голова как можно дольше оставалась свежей, чтобы шампунь просто промывал волосы, промывал грязь, и всё, и ничего, никакого там питательного, не блеска, и ничего больше дополнительного, никаких функций не было. Что ещё закончилось? Зубная паста, первый зубик с алоэ вера закончился от Фаберлик. Для Сонечки я заказывала безопасно при проглатывании, не содержит фтора. И, ну, неплохая паста. Я пробовала ей чистить зубы сама. Мне кажется, что она, ну, как и все практически другие детские зубные пасты, которые я у Сони тоже пробовала. Кстати, да, я думаю, что все, многие мамочки, может все, может не все, многие мамочки так делают, прежде чем что-то дать ребёнку, да, попробовать на себе. И последнее, то, что у меня закончилось, и то, что я вам покажу именно от Фаберлик, это линейка лакрем, туалетное мыло для рук. Это у меня фисташковое масло молочной протеины. В общем, знаете, по поводу вот мыльно-рыльных принадлежностей, мне очень нравится Фаберлик. И он меня устраивает именно по соотношению цена-качество. С удовольствием пользуюсь и я, и вся моя семья. Теперь немножко, почему-то мне казалось, что я очень много набрала детских пустых баночек, а сейчас вот я смотрю, это просто были объёмные подгузники. Короче, подгузники это наша боль. Девчонки, единственные подгузники, которые у нас более или менее сейчас идут, это Мэриэс. Мы носим, да, не удивляйтесь, пожалуйста, мы носим уже размер М, потому что Саша у нас очень большая девчонка. Она очень быстро растёт, я уже говорила вам об этом. И вот Мэриэс, это самые любимые подгузники, девчонки. Они не протекают, они нормально сидят, они нормально дышат, они пропускают воздух, и у ребёнка попа не парится. Что я не могу сказать, например, о подгузниках Муни. Почему мы их купили? Мы сразу, мы причём купили две упаковки, потому что они шли по акции. Допустим, они стоят полторы тысячи рублей, а мы купили по 1200 рублей упаковку. Это я так пожалела деньги. Ну, пришлось, конечно, попользоваться, пришлось и Саше мучиться. Эти подгузники потеряли почему-то у них не такое качество, какое качество было у них, когда Соня была маленькой. Ну, как так вообще? Они нам вообще не подходят сейчас. И попа не дышит у меня такое ощущение, что и поверхность вот эта, именно у подгузника, она не сухая. Она как будто вот ребёнок один раз сходит в туалет, и всё же подгузник нужно менять. И поэтому Муни я бы вообще не стала вам рекомендовать. Мы ещё какие-то подгузники пробовали, и я поняла, что, блин, ну вот Мэриас, всё. Более или менее мы используем вот эти подгузники. Больше я ничего пробовать не буду, тем более, да, что-то бюджетное. Девчонки, сил моих больше нет. Я уже третий раз пересаживаюсь, прячусь от этого солнца. Давайте я вам пустую баночку последнюю покажу и попрощаюсь с вами. Детская пустая баночка от бренда Pigeon. Обалденные средства. Они мне летом отправляли небольшое количество своих средств, и каждое средство, вот всё, что я попробовала, мне очень понравилось. В особенности вот эта мылопенка для младенцев. Она разработана специально для мытья малышей с рождения. Очень деликатно, бережно очищает. И, конечно, я вам, да, сменный блок показываю, сменный пакет. Я уже перелила, так как закончилась в основной упаковке. Это средство с помпой, которую вы просто выдавливаете, и выходит сразу же готовая пенка. Боже мой, настолько приятная она. Она действительно такая мягкая, такая шелковистая. Не сушит кожу ребёнка совершенно, никак не влияет там на пааж, баланс кожи. Пааж у него нейтральный, специально, опять-таки, да, для детей рассчитанный. Плюс ещё я и Соню купаю с помощью этой пенки. Иногда даже сама пользуюсь, на самом деле. Вот, поэтому я вам очень рекомендую. Супер экономичный у неё расход. Той баночкой, которая, значит, была вот эта основная, мы пользовались до марта месяца. Только вот на днях я перелила это средство. И вот заново мы теперь пользуемся им. Так что, действительно, бренд Pigeon я могу вам порекомендовать. И на этом давайте я буду закругляться. Спасибо огромное за внимание. Всем всего самого наилучшего. Хорошего настроения. Пока-пока. Сортирую, держу, как себе, смотри. А потом всё это обратно собираю. Ещё чувствую себя дурашкой какой-то. Это сюда. А прикинь, я это вставлю в видео.